И каждый из вас светится. И у темноты здесь нет места. В твоей жизни тьма не имеет места. На твоей работе тьма не имеет места. Только один человек верит в это. Они здесь, поэтому я к ним и буду говорить. Тьма не будет иметь места в твоей жизни во имя Иисуса. Это еще одно время встречи. И каждый раз, когда мы встречаемся с Божьим Словом, что-то происходит. Понимаем или знаем мы это или нет, что-то происходит. И каждый день я молюсь Богу, когда я молюсь о этой церкви. Это одна из моих молитв. Я говорю, Господь, даже если кто-то не хочет быть благословенным, они будут заставлены, чтобы они были благословенными Твоим Словом. Потому что Библия говорит, что вход в Твое Слово дает нам свет. И когда они слышат Твое Слово, эти благословения начнут действовать в их жизни. Это произошло в Библии. Библия говорит, что благословение Бога догонит тебя и как бы захватит тебя. Моя жена тут стоит, а это благословение. Благословение достигнет тебя и обгонит тебя. Поэтому, если ты хочешь пойти налево, благословение там. Хочешь пойти направо, оно там. Ты хочешь двигаться вперед, оно там. Ты хочешь пойти назад, оно обратно тебя двигает вперед. Если ты в это веришь, скажи «Аминь». И вход в Слово, тогда приходит свет. Когда мы входим в Слово, то есть, когда Слово входит в тебя, тогда приходит и свет. Не только слышание, но вход. Видите? Поэтому Библия говорит к притче 4. «Сын мой, внимай слова Моим». И дальше говорится, что это жизнь, это лекарство для тех, кто находит это Слово. Находят. Если я вхожу в это место, и я ищу вот этот планшет, я не могу просто вот тут так встать. «А где планшет?» Нет. Я буду всматриваться в каждый уголок этой комнаты очень точно, чтобы найти планшет. и когда Слово Божье приходит, та же осторожность, внимательность необходима, чтобы найти Слово, не то Слово, которое проповедник проповедует, но Слово, которое именно для тебя. здесь до кафедры есть два Слова. Есть Слово, которое я проповедую, которое дал мне Господь для каждого. И есть Слово, которое специфично и попадает в жизни тех людей, которые просили, жаждали этого Слова. Одна женщина прикоснулась к Иисусу. Иисус, наверное, не планировал ее исцелять. Нет. Но эта женщина как-то смогла прикоснуться к части Иисуса. Даже не к телу, но к Его одежде. Потому что Иисус полнота Слова. И если Он полнота Слова, все, что Он одевает, это Слово. Все, к чему прикасается, на это повлияло Слово. Если Слово, чье имя Иисус, говорит, даже когда я пойду на небо, эта часть меня под названием Слова еще не ушла. Оно еще здесь. И этим является Библия. Я не должен ждать какого-то видения или встречи с Иисусом перед тем, как я встречусь с Иисусом. Я жажду, как и каждый из вас, увидеть Иисуса, иметь сверхъестественную встречу. но я в мире и с огромной уверенностью, что когда я найду Его здесь, это то же самое, как увидеть Его физически. Я вам вот что скажу. У меня есть друзья со всем уважением, у которых были разные встречи с Иисусом. Живые встречи. Некоторые из них сейчас употребляют алкоголь, курят и живут во грехе. Я никогда физически не видел Иисуса, но я видел Его здесь. Я верю во все, что Он говорит. И это работает для меня. Слово. И когда мы сейчас будем делиться Словом, это не просто какая-то часть служения. Человек не должен жить лишь хлебом одним. Это означает, что наша жизнь в буквальном смысле зависит от этого. Зависит полностью. Когда я вчера молился, я получил две проповеди. И я их разделю. Одна будет на сегодня, а вторая на следующей неделе. Я хочу, чтобы вы полностью заострили свое внимание и название этой проповеди «Искупитель мой жив». «Искупитель мой жив». Он искупляет меня. Он искупил меня. Он уже искупил меня. И в посредневной жизни Он тоже искупляет меня. И Он не мертв. Он живой. Я начну к Римлянам, 15 глава, 4 стих. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за Твое Слово, за Твое присутствие, которое никогда не покидает нас. Спасибо за Твое помазание, о котором Ты говоришь, что оно прибудет с нами до конца. И мы принимаем все, что Ты подготовил для нас сегодня. И пусть не плоть говорит, но пусть Твой Дух говорит. Используй нас, наш ум, наши уста, во имя Иисуса. И после сегодняшнего дня никто не останется прежним. Во имя Иисуса. Аминь. К Римлянам, 15, 4. А все, что написано было прежде, написано нам в наставление. То есть речь идет о всем, что написано здесь. То есть оно было написано с определенной целью. не просто написано, потому что Богу нечего было делать. Это было написано для, во-первых, нашего наставления, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохранили надежду. Вот ключевые слова здесь. Терпение. Кому нужно терпение? Кто-то ожидает. Человек, который ожидает, это человек, которому необходимо терпение. и нет ничего неправильного, когда ты ожидаешь Господа. Есть ничего, нет ничего неправильного, когда есть сезон, когда кажется, что ты ждешь. и Бог знает, что ты дойдешь до туда. Ты будешь там, и тебе потребуется терпение. И когда ты там, к сожалению, ты, возможно, будешь эмоционально чувствовать себя подавленным. Поэтому тебе понадобится не только терпение, но и утешение. И Бог дает тебе через это Место Писания все, что тебе нужно. И Он не одевает на тебя эти розовые очки. Нет. Когда ты приходишь ко мне, у тебя никогда не будет проблем. А зачем мне тогда терпение? Зачем мне утешение? Почему Дух Святому надо меня утешать, если не будет никаких проблем? И Божье Слово тут четко говорит, что да, у тебя будут эти вещи. Придет терпение, придет утешение, и Он говорит утешением из Писаний. Откуда? Нет терапевта. Какие-то проблемы превыше сил терапевта. По факту, когда ты какому-то терапевту будешь рассказывать свои проблемы, они может сами попадут в депрессию. У тебя бывало такое, что кто-то тебе рассказывает, жалуется на свои проблемы. И два дня тебе кажется, что у тебя самого такие проблемы начались. это означает, когда эти дни приходят, единственное место, где ты находишь утешение, оригинальное, подлинное утешение, это Писание. И тут сказано, чтобы у них было утешение, сохранение надежды. Они могут быть надежды. сохранили надежды. Это означает, мне нравится, как русская Библия говорит. В английском сказано, что у тебя будет надежда. А русская, у тебя уже она есть, но ты можешь ее потерять. Если ты хочешь ее сохранить, ты должен посещать это место постоянно, потому что ты можешь это потерять. И эта надежда исходный материал для веры. А без веры ты не можешь двигать горы. И когда ты говоришь нет Слову Божьему, ты говоришь нет каждому обетованию, которое должно быть в твоей жизни. Во-первых, ты даже не будешь знать, что они существуют. Во-вторых, инструменты, которые необходимы, чтобы они жили, которые являются верой, их не будет. Библия говорит, кто-то получает Слово, которое не действует в их жизни. Почему? Потому что это Слово не было растворено в вере. Это означает, даже если ты знаешь Слово, но оно не растворяется в вере, оно не будет работать. А вера, ты не получаешь веру таким образом. Раз, два, три, у меня есть вера. Вдох, выдох. Да, у меня теперь есть вера. Вера, я об этом учил много раз, приходит через несколько бытей. Слово, молитва в Духе и много других. Но когда ты нашел, находишь вот эту первую Слово, ты находишь и все остальное. Ты находишь остальное. 2 Петра 1, 12-13 стих. 2 Петра 1, 12-13. И первая мысль, которую я хочу сказать, это то, что Слово Божье важно. Вторая мысль, что повторное слышание Слова Божьего также важно. Это как учебник, например, на всю жизнь. В медицинской школе, там, где учат медицину, у меня минимум было 40 таких книг. И это только в один год. Конечно же, я все не мог прочитать. Слава Богу за YouTube, за видео там, которые помогали мне понять некоторые темы. Но хотя бы 6 лет учебу в медицине, мне нужно было сдать хотя бы 20 таких учебников. Но для всей жизни у меня лишь один. Это означает, мне нужно будет снова его читать. И если мы не знаем, почему важно это перечитывать, нам станет скучно это еще раз читать. и нам станет скучно слушать об этом. Например, сегодня я буду делиться одной историей, которую все знают. Наизусть. И если ты не соединен с Божьим Духом, то ты будешь получать эту информацию, но не Дух, который стоит за этим. Поэтому я буду читать, почему важно повторение 12-й. Для того, я никогда не перестану напоминать вам о всем. Вот и все. я всегда буду вам напоминать. Поэтому если вы устанете от того, что я повторяю что-то, я только начал. Я буду повторять какие-то вещи, пока вы не станете этими вещами. я буду повторять слово благословения, пока все вокруг тебя не станут благословенными. И он говорит, хотя вы то и знаете. Хотя вы знаете. Видите? Хотя вы знаете. И утверждены в настоящей истине. Это последнее слово так важно. Настоящая истина. не просто истина, но настоящая истина, которая в настоящем времени. Если я прочитаю всю эту Библию и начну, снова начну ее читать сначала, в физической реальности я читаю то есть переходя в предел настоящего времени. то есть прошлое настоящее. То есть это было написано перед моим до моего рождения. То есть это в прошлом. Но есть что-то, что называется настоящая истина. Когда ты берешь прошлую истину и берешь этот дух, который там и берешь, применяешь это в своей настоящей ситуации. И это становится настоящей истиной на этот момент. То есть год назад если я говорил «Господь, пастырь мой», если я это использовал чтобы получить защиту, это было прошлой истиной. потому что мне нужна была безопасность тогда. Но когда я снова повторяю эти слова сегодня, «Господь, пастырь мой», это слово не изменилось, но моя ситуация изменилась. И теперь мне не нужна уже эта защита, но мне необходимо обеспечение. То же слово, но теперь другая нужда. Сегодня это становится настоящей истиной. Если ты возьмешь свой телефон, или Apple, они предлагают тебе обновление. Если ты не обновишь, что произойдет? Твой телефон начнет замедляться. Они заставляют тебя сделать обновление. Если вчера у тебя все работало в Facebook, ты наслаждаешься этим, хочешь только написать кому-то и все, но они говорят нет, у нас есть новая функция под названием Reels и тебе нужно это использовать. Хочешь ты это или нет, поэтому ты должен обновить свой Facebook. И когда ты его обновляешь, Facebook тот же самый, название то же самое, цвет тот же самый, но они улучшили функции. Чтобы они могли улучшить функции, они спросят тебя, они запросят, чтобы у тебя на телефоне было достаточно памяти, потому что это обновление приходит с более большим объемом, то есть настоящая истина, обновленная истина. если ты хочешь обновленную истину, есть необходимость в расширении места, если ты хочешь новое откровение для сегодняшней проблемы, ты не будешь делать то, что ты делал вчера, ты пойдешь дальше. Господь, вот сегодняшняя ситуация, открой мне свое слово, если потребуется два часа, я готов, четыре часа, я готов, мне нужен свет, и тогда ты расширяешь свой объем, когда ты молишься в духе, внезапно тот же 23-й псалом, который ты читал в прошлом году, который дал тебе эту безопасность, теперь приходит свет, и настоящее истина приходит, и ты знаешь, что делать в этот момент. Это не просто бумажный формат книги, это также технология, она обновленная, но не Мак Зукербург, или там еще с кем-то, но это обновлено духом. Библия говорит, что никто не знает, что в мыслях Бога, кроме его духа. То есть его дух знает, что тебе необходимо сейчас, потому что где он? В тебе. И его дух имеет его разум, его мысли. Когда ты вступаешь в контакт со Словом, нужда вытягивает то, что Бог имеет для тебя в этот момент. И Дух Святой становится этой трансформирующей Личностью, передающей Личностью. И поэтому общение с Ним очень важно через Его Слово. и то, что ты осознаешь, осознаешь, что Он с тобой. Когда я иду на какие-то бизнес-встречи, я знаю, что Он со мной. Я молюсь в Духе. Когда я иду на интервью по работе, я знаю, что мой друг рядом. Это не только для проповеди. Это для повседневной жизни. повседневной жизни. Повседневной жизни. Вот что я вам скажу. Как пастор, я понял, что ты постоянно должен быть наготове. Не как пастор, но как христианин. если я сяду в самолет и Бог захочет, чтобы рядом сидящий меня человек спасти, у меня не будет целого часа молиться в Духе. У меня не будет десять часов, чтобы почитать перед этим Библию. Сразу же, если Дух Святой говорит со мной, я должен быть наполнен как написано в Писании, знанием Его истины, что я могу повернуться к этому человеку, и у меня будет что сказать. И сказать не то, что по плоти, но то, что Дух говорит на тот момент. Всегда наготове, всегда готове, всегда готов. И тринадцатый стих говорит, справедливым же почитаю, доколе нахожусь в этой телесной храмине, возбуждать вас напоминанием. Видите? Возбуждать вас как напоминанием. Ты хочешь огня, ты хочешь в Духе быть возбужденным? Петр говорит, я это сделаю напоминанием постоянно. И он говорит, что я думаю, что это правильно. И он говорит, доколе нахожусь в этой телесной храмине, Другими словами говоря, если ты хочешь, чтобы я перестал тебе напоминать, самый быстрый способ, как это прекратить, это убить меня. Петр говорит, доколе я в этом теле, вы постоянно будете меня слышать, пока не станете как Христос. Какой же он хороший пастух. Как Иисус ему повелел, Петр, любишь ли ты меня, корми моих овец. говорит, да, Иисус, я понимаю, работал, я с этим справлюсь, я буду им постоянно говорить, я буду их кормить, если они немножко потеряют вес, я снова буду их кормить. И поэтому я сегодня делюсь этой первой историей. Вторая история будет на следующей неделе. это было лишь вступлением в мою проповедь. Но посмотрим, как далеко сможем пойти сегодня. Когда мы думаем о проблемах или трагедиях, мы думаем о Иове, первый человек, который приходит на ум. Но есть люди, которые тоже Библией прошли через некоторые трагедии. и вышли сильными, великими. И мне кажется, что это будет полезно нам тоже пройтись по их истории жизни. Не забудьте, все, что написано, написано именно с такой целью, чтобы через их истории, через их жизни мы нашли утешение. И история этого человека, ее имя Наиминь, и эта история одна из самых печальных, которые я встречал в Библии. Она была в Ифлееме со своей семьей, и тогда отправили судьи и они дошли до такого времени, когда начался голод. И так же, как любой другой человек, как я бы поступил, как кто-то из вас здесь поступил, они решили покинуть эти земли и пойти в Маа с мужем. И когда они туда пришли, они начали искать еды, но встретились со смертью. Помните историю Иосифа? Иосиф всех вывел из обитованной земли в Египет. Они пошли в поисках процветания еды, потому что в земле был голод. И они попали в Египет. И когда они туда пришли, Иосиф умер. Фараон, который там правил, его больше не стало. и теперь Божий народ покинул место, которое должно было быть обитованной землей. И теперь они были в рабстве. Почему так случилось, я не знаю, но послание, которое у меня есть для кого-то сегодня, та земля, где ты сейчас находишься, которая кажется сухой, которая кажется неплодоносной, по-прежнему может быть твоей обитованной землей. По-прежнему может быть твоей обитованной землей. Та ситуация, которая вытягивает из тебя жизнь. На следующей неделе я буду говорить о Якове. Это очень трагичная история. И он пришел к точке, когда Иосиф сказал, Яков сказал, все, это конец. И Бог говорит, нет, это начало, это твое начало. Я хочу сказать кому-то сегодня, неважно что происходит, это не проповедь, что просто тебя накачать, но это Слово Божие. Тот Бог, который это сделал в Ветхом Завете, тот же Бог, который сегодня, и сейчас он не просто где-то в облаках летает, или сидит на горе и ждет, но прямо сейчас он выбирает жить в нас, в нас, которая заставляет ситуацию быть еще лучше, чем в Ветхом Завете. Они дошли до Моа, умер ее муж, умерли ее двое сыновей, и что более трагично, быть в чужой стране без твоего мужа, и без двух сыновей, которые должны быть защитой для тебя, и та еда, за которой ты шел, у тебя даже нет никого, кто мог бы для тебя работать, чтобы получить эту еду, и теперь внезапно ты слышал, что та земля, которую ты оставил, теперь преуспевает, и теперь ты выглядишь как дурак, Иисус теперь Бог благословил Вифлеем, а ты теперь в другой земле, и твой друг, который в Вифлееме, они не умерли, от голода, они по-прежнему там, ты ушел, ты потерял мужа, потерял своих сыновей, в преклонном возрасте, это означает, что все, надежды нет, если ты дойдешь до Вифлеем, первая проблема, с которой ты столкнешься, друг скажет, ну как там та земля, тебе придется объяснить, и теперь ты главная тема этого города, месяцами, годами, и история твоей жизни теперь стала темой проповеди, все встаньте, не будьте как наша сестра Наиминь, возьмите пример с ее жизни, не убегайте, а ты там с ними в храме стоишь, и ты стал насмешкой, и она просто наверное думала обо всем этом, и вот что она сказала во второй главе, в первой главе, в 13 стихе, книга Руфи первая глава с 13 стиха, то можно ли вам ждать, пока они выросли, выросли, можно ли вам медлить и не выходить замуж, не дочери моей, то есть она их вдохновляла, она вдохновляла своих невесток, чтобы они вернулись в свои земли, и вот что она им сказала, «Я весьма сокрушаюсь о вас, ибо рука Господня постигла меня». «О-о-о», тот же сценарий, который мы видим сегодня, мы принимаем решения, не спрашивая Бога, мы не знаем, хочет ли он, чтобы мы остались или ушли, мы решили выйти, уйти с его воли, но когда приходит проблема, последняя строка, «Рука Господня постигла меня», «А Бог сидит на небе, я ни при чем, это не мне». 20 стих, она сказала им, «Не называйте меня наименью». Она вернулась в Ифлии. «А называйте меня Марой». «Мара» means bitterness. Потому что это означает великая скорбь. Скорбь. «Потому что Вседержитель послал мне великую горесть». Опять же, Бог проблема. 21 «Я вышла отсюда, с достатком возвратил меня Господь с пустыми руками». «Зачем называть меня наименью? Когда Господь заставил меня страдать и Вседержитель послал мне несчастье». Похоже на слова Иова. «Люди в Ветхом Завете они не обвиняли дьявола. Все, что было плохим, то есть Бог был этому причиной. И теперь вот почему, вот какая причина этому. Вы слышали, что злой дух пришел на кого-то от Господа, что Господь его послал на Саула. Что же Бог делает со злыми духами? Вот в чем проблема в Ветхом Завете. У них было ограниченное знание о дьяволе. Поэтому все, что случалось, хорошее или злое это было на Божьей стороне. Поэтому именно Бог всегда был причиной всему. А мы люди мы ни при чем. Они были ограничены в своих знаниях. Поэтому пришел Бог к Иову и начал его исправлять. И тогда его мышление изменилось. даже мышление Наимине изменилось. Откроем вторую главу и посмотрим, что теперь сказала Наиминь. Та же Наиминь. 20 стих. И сказала Наиминь снохе своей. противоречии приведущему. Благословен Он от Господа за то, что не лишил милости своей ни живых, ни мертвых. то есть она теперь хвалит Бога, который лишь в прошлой главе, о котором она сказала, что Он был причиной всех ее проблем. Видите, они судят Бога, исходя из того, что видят. Если это хорошее, Бог благое. Если это злое, Бог злой. но это не означает, что это истина. Но у них не было этого знания. Слава Богу за Его любовь, что даже то, что делает дьявол, он использует это для своей славы. Библия говорит, все действует ко благу для тех, кто любит Бога. поэтому дьявол, думая, что он погубил Иисуса, по сути, помог Богу. Та же ситуация, которая была трагичной. О, бедный 33-летний мужчина. Он же должен стать царем иудеев. А дьявол попытался его убить. Когда он убил Моисея родился, дьявол и его попытался убить. Когда он родился, но наконец-то этот маленький мальчик, дьявол наконец-то его убил. А Бог говорит, нет. Первый Коринфянам говорит, если бы они знали, они бы не убили. Даже эта трагичная ситуация была использована для Божьей славы. И эта история здесь по-прежнему используется для Божьей славы. Теперь однажды Найминь и Руф сидели и не было еды. И Руф сказала, пойду и соберу ячминь с фермы с поля. И когда они собирают урожай, когда обычно собирают урожай, есть что-то, что спадает. И такие люди, как Руф, это собирали. Когда она это подбирала, пришел хозяин этого поля и спросил работников, кто эта женщина? О, это Руф. Она невестка Найминь. И тебе может казаться, что это лишь совпадение, но когда Бог хочет тебя восстановить, происходят такие совпадения. Руф избрал ту же землю, которую избрала и ее родственница. Родственники, которые должны были искупить ее. То есть у них было это в культуре. Если у кого-то нету мужа, то ближайший родственник может жениться на них и искупить или взять их имущество. И теперь кажется, что Найминь возможно бедна. Им даже нечего было есть. И Руф надо было идти искать еду. И они не в магазине, но подбирать. То есть ситуация была печальной. Очень печальной. Но у Бога был план, что это не было концом Найминьи. И Ваас сказал, я слышал доброе о тебе. И он сказал своим работникам, когда она будет приходить. Пусть она берет, что хочет. И специально подбрасывайте ей больше, чтобы она могла подбирать. То есть начало действовать благоволение. Когда ты молишься, молись о благоволении. Это заставляет вещи выглядеть как совпадение. Но это по сути рука Божья. Она не пошла в другую землю. Я не пошел в Эстонию. Я прилетел в Латвию. Это не совпадение. Может быть если бы я был в Эстонии, в этот момент я бы по-прежнему пытался понять, может быть мне стать беженцем в Германии или может в Испании или может мне вернуться в Россию. Я мог бы быть в замешательстве. Но Библия говорит, что Бог использует глупость чтобы разоблачить мудрость умных. Чтобы разоблачить или уничтожить мудрость мудрых. Что делал Иоанн Креститель в пустыне? Он пролагал путь Иисусу. Но почему Он был в пустыне? Бог использует самые глупые вещи чтобы разоблачить мудрость умных. Разрушить. То есть пришла женщина Руфь и она сказала Наиминь вот что случилось. Наиминь сказала знаешь что этот парень наш родственник. Да. Президент Латвии мой родственник. Конечно невозможно. Непосколько. Если лишь у вас был чернокожий президент о котором я не знаю. Но хозяин всего поля наш родственник. вопрос почему они до этого не додумались встретиться с ним? Кайрос это означает время настоящее время которое Господь приготовил не раньше не позже и однажды я буду учить на эту тему время если кто-то покупает велосипед когда ему 90 это уже не свидетельство это свидетельство может для 18-летней девушки что это означает что велосипед может быть благословением но лишь в определенное время поэтому Бог говорит я буду говорить об этом на следующем день Он говорит я восстановлю время не вещи время которое пожирали пожиратели не вещи но время потому что ты можешь получить вещи но не в правильное время поэтому ты должен идти шаг в шаг с Духом Святым потому что ты можешь делать правильные вещи но не в правильное время это сделает правильную вещь так что она будет выглядеть неправильно сколько из вас верят что ребенок это благословение все но иметь ребенка в 14 лет становится проблематично для семьи время она пришла и она сказала знаешь что можем сделать этот человек может искупить тебя вот ключевое слово на сегодня может искупить тебя несмотря на то что вся надежда потеряна есть еще одна вещь которая может искупить тебя одна личность которая может искупить и то что ты будешь делать снова пойди и научила ее что делать и она это сделала и тогда когда этот мужчина проснулся вас его звали а он увидел Руф что ты здесь делаешь ты должен быть точным с Богом Руф не сказала знаешь я такая красивая девушка в Мави я нравилась многим мужчинам у Аза не было столько времени это слушать поэтому Руф напрямую сказала дядя нам нужна помощь ты должен скупить меня иначе мы погибнем и он сказал хорошо есть лишь одна проблема есть еще один родственник между мной и твоей семьей я поговорю с ним хочет ли он тебя искупить и он встретился с ним он сказал друг мой Боаз был очень умным вот что он сделал он проверил сердце этого другого человека он не сказал ему хочешь ли ты искупить Руф нет он сказал есть земля которая принадлежит семье Наимини а ты следующий в очереди чтобы искупить их землю он сказал да да хочу но это еще не все есть еще девушка из Моави если ты возьмешь эту землю ты возьмешь ее знаешь если я возьму землю это станет проблемой для моих других для моих имущества и И Ваас сказал ну я понимаю ты хочешь землю но ты не хочешь девушку слава богу за людей как вас Руф вышла замуж за хулигана которые любят деньги и он сказал хорошо Руф я готов я возьму тебя я искуплю тебя я не позволю ни одному другому человеку искупить тебя кто-то кто не не сходится с этим стандартом кто-то кто не сможет хорошо позаботиться о тебе кто-то кто просто тебя будет использовать я сделаю все в моей власти чтобы я искупил тебя он искупил Руф и после этого они родили родили Авида они родили Авида Авид родил и Есея Рахаб Рахаб это падшая женщина является являлась матерью Вааза проститутка мать Вааза Боаз был отцом Авида Авид отцом Есея отцом Давида и через Давида пришел Иисус пришел из поколения проститутки Святой Иисус решил прийти из рода проститутки это чтобы сказать тебе чтобы не важно в какой грязи бы ты не был не важно в какой проблеме бы ты не был ты все равно можешь выйти в победе ты ты можешь выйти в силе ты можешь исполнить свое призвание ты можешь это сделать и то видение которое ты записал и то что Бог сказал тебе мне все равно если прошло уже 20 лет я сегодня пришел как Петр чтобы возбудить тебя напоминаниями что эти вещи по-прежнему ожидают тебя еще не поздно потому что Бог восстанавливает не вещи но время и если Бог начинает это время восстановления в твоей жизни сейчас вот что это означает все что ты должен был получить за эти 20 лет задержки Он возвратит тебе все это единственный способ как вернуть время например Кристина делает плакаты если я закажу у нее плакат чтобы она его сделала до завтрашнего утра если она этого не сделает завтра утром когда я попрошу свои плакаты если Бог захочет вернуть время не вещи если он восстановит вещи это означает Кристина быстро там что-то сделает но не в таком же качестве в котором она бы сделала за все те часы и когда Бог хочет меня восстановить за те финансы которые я заплатил то будет чудо он даст Кристине эту способность сверхъестественно сделать вещи которые она должна была сделать за 10 часов она это сделает за 30 минут и дизайн на самом деле очень хороший пример потому что в дизайне ты можешь потратить часы ища какой-то дизайн один а тот дизайн который будет следующий может быть 5 минут потратишь ой я нашел это правильно это означает если сверхъестественная сила божья приходит то что ты должен был достичь в 5 часов это может сжаться и ты это сделаешь за 30 минут в том же качестве и это возвращает вернется к тебе и в ситуации Наимине в ее случае она вернула себе все новую дочь богатого родственника и она стала частью незабываемых историй Иисуса она возможно тогда этого еще не понимала но когда мы получаем спасение она часть этой программы и сегодня так же как вас Иисус пришел искупить нас когда никто не хотел нас Иисус поднял свои руки и сказал я пойду если никто не готов я искуплю Самсона все что бы не потребовалось не важно что в прошлом не важно что он делает сейчас я его искуплю и он пришел чтобы искупить нас не только от греха написано что он искупил нас от греха и не только от проклятий но написано что он пришел нас искупить от проклятий но мне нравится в псалмах одно место писания мы это прочитаем и я закончу двадцать девятый псалом сто двадцать девятый псалом латвия ж библа семь три седьмой стих да уплывает израиль на господа потому что у господа милость и великое избавление в английской библии совершенное искупление совершенное искупление не только от греха не только от проклятий но от всего это все будет искуплено и библия говорит что он не только наш искупитель но он сам стал искуплением он не только планирует нас искупить но он также сам искупление что это означает христос во мне надежда славы если я его принимаю если он во мне то все что разрушено они должны ожить библия говорит иисус говорил с Марфой и подошло время когда Марфа сказала я верю что мой брат воскреснет в воскресенье в последний день иисус сказал ты не понимаешь меня я воскресенье и жизнь у меня у меня не только есть способность его воскресить я сам являюсь воскресенье и мое присутствие его достаточно чтобы его воскресить и бог говорит кому-то сегодня мое присутствие в твоей жизни его достаточно в тот день когда ты посвятил мне свою жизнь искупление не только от грехов не только от проклятий но от всего остального от бедности от болезни всего что ты можешь представить это началось я хочу чтобы ты это знал и исус сказал я хочу чтобы ты верил в это так же как эта женщина Найминь назвала себя Марфой Марой и она сказала послушайте мое имя означает горечь если ты себя называешь горечью Иисус пришел сказать тебе что он тебя искупил и твоя жизнь не прежняя какой хотел ее сделать враг и вот вопрос который он задает что он спросил Марфа веришь ли ты это все что он спрашивает изменила ли твою систему верования это ситуация так же как это произошло с Найминь она сказала рука Божья против меня Бог сказал нет дочь моя есть еще более великий план я это не я не причина этому я не причина этому но та боль которую ты чувствуешь она не будет она не просто так она не просто так я это по-прежнему использую чтобы привести Иисуса великого искупителя на эту землю давайте встанем Давид кое-что сказал Иов я знаю искупитель мой жив я хочу еще раз что-то сказать Иов не сказал искупитель мой жив он сказал я знаю и тебе надо это знать ты должен верить в это и следующие несколько минут я хочу что мы молились и первое что мы сделаем это мы покаемся в каждом сомнении о Боге о том кем мы являемся в нем и что он сделал для нас скажи Господь я каюсь я знаю что ты меня не осуждаешь я знаю что ты любишь меня но я каюсь в каждой ситуации когда я сомневался в тебе сегодня прямо здесь прямо сейчас я принимаю твою любовь я принимаю полноту твоей любви и я знаю что мой искупитель жив мой искупитель жив мой искупитель жив и таково будет мое мышление это будет система моего верования спасибо отец дух святой помоги мне помоги мне не сомневаться больше укрепи меня укрепи меня и сейчас отец во имя Иисуса я молюсь за каждого здесь пусть каждый мертвый мечтой оживут пусть каждое мертвое ведение оживет во имя Иисуса пусть будет утверждение нашей веры в тебе во имя Иисуса спасибо Иисус я дам вам еще несколько минут одно-две минуты кто-то может быть захочет поплакать прямо сейчас Божье присутствие придет сюда Его любовь спасибо до свидания спасибо что ты ускупил нас спасибо что ты не осуждаешь нас что твои руки всегда открыты обнять нас спасибо просто благодаря его из глубины своей души за его жертву на кресте чтобы искупить меня и тебя я спасибо я Субтитры создавал DimaTorzok 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 I am I'm desperate for you And I'm lost without you Thank you, Jesus And I'm not sure I'm not sure Во имя Иисуса Христа This week you shall be filled with joy You shall be filled with God's presence In the name of Jesus Thank you, Jesus Just give him praise, give him praise Clap for Jesus Hallelujah Hallelujah Glory to God Слава Богу Я верю, что мы были благословены сегодня Иди с этим словом И мы будем суперуверенными Не гордыми Не гордыми Но уверенными Если мой папа президент То это не гордость Если я тебе скажу Мой отец президент Если мой скупитель жив То это не гордость Если я живу так Веселения Мой отец Веселение Освоб rats Веселение Веселение Усобор Веселение Веселье Веселение Продолжение следует...